Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на её появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! Так, фес вырос. У меня вот эту клетку, но он должен её, по идее, сам купить. Но, блин, он фигню уже обрабатывает, видите? И РАБАТ вырос. Ну, у РАБАТа есть чему обрабатывать. Ага, и минус по счастью пошёл. Да, супер-180. В большинстве веры и нет пророка. Это что, у меня 0 веры и тоже нет пророка. 180 веры и нет пророка. Вот это поворот. Это при том, что две религии уже основаны. То есть, по идее, для третьего должно быть меньше порог. Не нравится мне Зальцбург, откровенно. И такая растянутая империя, например, там, если, например, с австрийцем воевать, то эфиоп вполне может прийти. Как-то всё так зыбко. А, у Рима Золотой Век был, походу. Классно ему. Ну да, теперь меньше стало производства. Так, вот и Австрия обосновала религию. Так, а где эфиопты? Я вижу твои границы, Лёша. Эфиопты где? Да вправо иди, я тебе говорю, ещё раз. Вот прям отсюда, ровно вправо иди. Барвары бегают. Ну, что я могу сделать? Пройди немножко вверх и вправо, я не знаю, как-то так. Боже, все основали религии, я смотрю, да. Да я ещё что-то слишком долго думал, проспал то, что было мне нужно. Вначале нам было закапывать в такую структуру. А что тебе нужно? Ты ж мечети взял и плюс сто. Это не я мечети взял. Это взял твой сосед австрийский, который будет на тебя давить. Ну, либо-либо эфиоп на меня будет давить, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Этот лагерь, к сожалению, никто не хотел. Блин, ну тут, конечно, варвары. О, можно вырубить лес. Блин, как мне тут пусил это провести, не на этих варварах. Я не ворую, рабочий. Да я от варваров. Да, Лёш, а что по поводу твоего предложения поставить мой город на меха? Не, ну прямо на меха я против. Не, не, не прямо на меха, а рядом. И у меня, как бы, он, эти меха у меня не в третьем радиусе. Я говорю, меха у меня не в третьем радиусе. Также они у меня у самого есть, так что, пожалуйста. Кстати, а сколько городов-то? А, у него и так уже три. То есть он тоже хочет четвертый, как и я. Что по населению? Я третий. Ну, второй, кстати, наверное, австриец. Мне так кажется. Так, пошли медь обработаем. Видимо, надо леса у этот и этот вырубать, чтобы быстрее Петра построилась. Ну, кто-то, что-то никто не рашил Петру, так что я думаю, я ее без проблем построю. Просто нужна раньше. Караваны лишние, ничего, никогда не помешают. Видите, тут ничего не поменялось. То есть так и осталось три яблока и два молотка. Меню. 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 Ладно, пока так оставим. Этот лагерь Рига хочет. А что, кстати, Биглас хочет? Шелк. Ребята, шелк у кого-нибудь есть? Лишний. Видимо, ни у кого нету. Вообще, я глянусь, конечно, могу. Видимо, только если... Американец... Вообще где-то далеко, да? Он правее всех. Правее меня. М-дэм. М-дэм. Так. построили прямо хоть веди ты веди сюда копейщика ну вроде место пока свободное как я вижу так орега тоже еду будет давать ребят так что шелка ни у кого нету я в первую очередь обращаюсь к американцу и риму потому что я их не вижу у нас на нашел ну я ни одной грешки не вижу из тех что я нашел правда у сиднее есть ясно сиднее где ты хрен знает где да тоже где-то справа от ищи вообще за американцам но ты уже туда не пройдешь там и кабулу сидней зеба свезло так свезло столице нужен шелка он хрен знает где я только эти движки там нашел только у него уже шли от первой патронки до города подрослечет блин прется к моим мехам нормально вообще пишет киев банкрот четыре входа ну как раз уж цити раз два три четыре на 5 поставлю и на сколько же построить зашибись в оборону так 3 так 22 отлично проверить ну все равно я не хочу вот я не вижу тут радости вот и себе играл через волю тут рядом синаем был бы нормальный город и в принципе конечно себе знал что так рядом килиманджар килиманджару улуру и синаи то можно было бы в путь набожности сыграть но что-то как-то они там совсем плотничком сидел кто но на них четвером там швед и фио американец которого хрен найдешь ну так конечно в волю ну так конечно в волю все таки поэтому и плотничком расставив сколько там городов улаки раз-два-три-четыре пять шесть городов я думаю у рима судя по очкам больше у него по очкам больше нет ну шеймер тоже шанс ну вот двенадцать городов к этому и плотничком сидят да ладно кто там петру построил да это все рим я правда в третьем городе строил но все равно жалко история повторяется ари дали построить 1 колосса нормально ну а кто ему дал построить ну а где я тебе построю у меня негде у меня тоже так ладно можно уже петру не строить так давайте наверно рынок и ну попытался и петру 3 3 город чем я третьим римом мы как с тобой друзья ли не на карте да потому что я вижу как бы ты армия клепаешь и из-за тебя пошел вниз я смотрю на эту самую кромку и слегка перевариваю но кромка у нас практически одинаковое у троих а в том-то и брендуют через традицию или пусть не звали и традицию но и армии в принципе у нас одинаково 30 на 39 я просто не знаю клепать не клепать что-то не скажешь я не знаю я не хочу воевать я строил армию потому что мне никто не давал да ну то есть я пока расслаблен да это тебе лучше виднее мне кажется не вар и спрашивай не на понятно я так я говорю я смотрю и пошел вниз из-за него и ну и промку начал набивать а ура я встретил марокко не уж то и где мы встретились все а ты зачем малаке защиту пообещал негодяй пирамиды к мусору а где мы сейчас и течение все что-то мне варвар поломал слушать а вы там кстати шведу может дружбу это ну как его не того и давай да ладно сейчас а пока ничего не мешает между биркой и нью-йорком три клетки но между биркой боссами четыре ну да 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 называется на тоненького между марракешем и веной три клетки на минуточку между столицами марокко и столицей австрии и нормально а ты говоришь четвертый город ты куда на золото да которая рядом с бананами или пшеницы этом скаут стоит много и бананов и пшеницы ну ближе к какао да на что у тебя виды какие-то ну или я морской не зачем туда наша тебе нужны скажем слоновая кость или мрамор 1 в 1 на золото я гляну к сожалению вот к сожалению нет ну или к счастью надо как посмотреть а 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 надо дорогу провести откровенно тут производство сделайтесь я хочу построить действительно построить чеченицу как-то 665 конечно никто не зацелился что нервы держали господа ну мне ну как там пер не надо у меня хотя у меня там у меня получилось рядом и синай и улуру но они так расположены значу марокканец решил мне не ставить поближе и все еще да ну и что я смещался бы ушел от холма во имя то место более такой защищенный холмов хочу вот на бизонов бы поставил ушел бы от холмов не на не думе так орать лишь не будешь у меня поселенцы пытаться захватить то мало ли онлайн-версия 2gis подскажет какие рестораны бары и кафе появились за последние три месяца компания 2gis оперативно обновляет свои карты и вы всегда в курсе актуальной информации скачивайте приложение под вашу платформу абсолютно бесплатно с сайта 2gis.ru или пользуйтесь онлайн-версией 2gis если быть точным так закрываем традицию достроили нац колледж давайте попробуем так два хода до чеченицы поэтому поэтому рынок минт конюшня можно и приняли шачи нам до сих пор лагерь и стоит что рядом с работам где вот там левее я два лагеря уже разберем билонера новый появился или может из того лагеря старые метатели пара бегут ну или или тогда мне очень нравится что вот тут будут постоянно появляться варвары так что то я не пойму а где у меня еще один караван но мы в марракеш бегают а где а вот тут и потерялся жалко тратить деньги ну блин если австриец купит эту клетку он будет вообще все видишь у меня тут происходит что мне вообще не нравится тебя шляп тебе уже религию по всем городам и любишь киеве половину рима ну видимо скупил а что он там взял плюс четыре от чуда какое-нибудь чудо это у рима его рима два этих самых вот как два три риф риф ничего так нифига себе шведы пустыни а что там кстати ватара построил петра что у него там все так хорошего него петра короче я так понимаю что он ее видимо инженером да он взял инженера наверно с воли я вижу 4 петра холма и плюс еще два совет с овцами правильно билл а ты вот за ригу не ходил тут одна клеточка пароход а там соль руины предлагаешь сходить там интересно ну я уже сейчас все соберу там можешь конечно сходить ну так место конечно так себя просто соль тут кита руинки есть а тут еще и дэгэшка ну и чё я в руина взял культуру видимо так интересно я первый средневековья тобой как ты можно туда пробежать смысле надо это кто спрашивает австриец нет нельзя ну раз я первый вышел то надо строить а подожди он не разграбил мех ара ты там уже больше нигде не пройдешь можешь скаутом куда-то уходить а может временно эту клетку передать тому городу все лучше будет обрабатывать чем еще очень бы хотелось конечно и мачу-пикчу построить да я буду полностью счастлив такие типичные чудеса болевиков уходят да ну тут больше ничего интересного давайте смотреть что города государства хотят оракул шелк найти чудо света и религию линги я к сожалению никак эфиопа ты мне будешь приносить свою религию или так она автоматом буду ну сейчас укреплю хочу укрепить уже 203 нету укреплю и потом вообще надо бы мне еще рабочих кстати 4 предпоследний ара вошел ну ара видимо в чеченицу я так понимаю да и видимо будет ее строить где тут типа метколог на моей территории показалось а вот окей и тёпл и тёпл и тёпл тёпл так производстве и какую клетку блин надо скидку купить а реально просто вот больше ничего придется так деньги потратить да ну меня из нас пока ведь что там раз говорят что там швед и рим вместе волю играет что может они там друг другом будут заниматься потому что конечно петра колосс мачу-пикчу все это выглядит очень круто не знаю зачем я тогда иду в мачу-пикчу если явно ее построить знаете что давайте пойдем в универы прям вот так всех обманем то есть конкретно в развитии потом вот так у меня глазастый стал скаут так ну хоть чеченицу то всего четыре хода ой пять ходов смысле не увеличилась так знаете-ка мы тут постоим полечимся немножко теперь там швед зажистил по промке благой век я так понимаю вы всю игру теперь будете друг на друга сваливать то швед зажистил по промке то рим зажистил по парк по промке давайте вы поводите друг с другом все-таки и выясните реально у кого промка лучше это самый лучший вариант вот выяснить а вы традиционщики развиваетесь пока в науку там даритесь да нет 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 я например сейчас специально буду анкар ват строить и и блин я даже не знаю что еще сказать караван сарай построю обязательно везде несколько скаутов еще дополнительных я буду всячески затормаживает свое развитие только чтобы вы повоевали ну что договорились видимо нет лишь что ты договорился я не знаю варом мы с тобой договорились он нам не надо с тобой сейчас воевать так лечимся ну что я уже не успею тут построить тоже давайте дорогу буду вести блин тут варварская трирема вообще конечно хотелось бы еще на море какой-нибудь город поставить честно я может вот тут поставить мне город тут нету ресурса блин все-таки может тут поставить и семена меня распространит религию фиоп монастырь и почему нет можно будет какой-нибудь пятый город и бахнут тут действительно и 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 даже за золотым веком усытили отставание это небольшое на самом-то деле тебя меня с едой как-то слабенько лаки лузер тоже вошел тоже в мачу-пикчу чё-то вы как-то два брать брата акробаты синхронно входите в одни техи что лаки лузер что ара ну и кто из вас первый мачу-пикчу построит а возможно лаки лузер сохранил инженера нет подожди ара инженера я так думаю на петру использовал возможно тогда если лаки лузер закрыл и у него остался инженер то он решил на мачу-пикчу сохранить тем более что дальше игру вот читаешь я я же просто этот стрим полю ары поэтому я видишь все все прочекала чем тем более что у лаки лузера ни одного чуда не построено так что я думаю он закрытия воли взял инженеры держит на мачу-пикчу сейчас мы следующим ходом узнаем был ли я прав или возможно лаки лузер взял генерала и сейчас просто наваляет она валял там инженер инженер а ты стрим лаки лузера палишь да да тоже нормалек и я так смотрю вас игра просто по фану а мы тут со скидцем сидим и что-то думаем что делать я тоже думаю что по фану сидите сприните да мы снять я чисто стрим как его смотрю стрим ары болею за него не строю все те чудеса которые он строит чтобы не дай бог не обогнать ну а хуэ май соответственно тоже самое лаки лузеру делает да ладно не может быть нифига мачу-пикчу шведа это был инженер что же окажется важнее петра или мачу-пикчу мачу-пикчу или петра я вообще я доволен что она не рима ушло конечно просто тогда бы вообще было за жирно и вот так дорогу провести мы оказалось бы еще могу строить и забыл когда нам не отмазано на колосс метры даму рима ну чё так пирамидки к тому же пирамидки для мимо петра хорошая хочу ну там холлов 6 наверное да не 4 опция еще лишь берем обратно я насчитал 5 холможек ара ты тут или у тебя дискорд ара меня 4 начну я отходил прийти чё такая да блин свет он уже подговаривает все перед тебя игру не я не буду лайки я не буду вот в это ввязываться хочешь сам нападать на рим нападай все мое красноречие прошло даром ну напишите ему что мы услышим чеченицы я рад что может оракулы счетами попробовать просто раз так поперла что мне 40 вот обрать собственно коммерцию надо будет коммерцию брать а почти я вышел то да я могу коммерцию брать параду не слышишь вот теперь слышу чё говорили вообще желает у тебя напасть а давайте по очки лаки подбивает всех на тебя напасть да чё-то бешеный совсем может мы его лучше разломаем я как ему так и тебе скажу что нет я в этом участвовать не буду лаки если хочет на тебя нападать пускай она один это делает ара не слушай не слушай я ничего не подбивал я наоборот предлагаю давай дружить дружить еще раз дружить три раза дружить три раза дружить чё-то австрийцы вообще армии нету ну а чё делать если с тобой не воевать какие твои предложения дружить это пассивное состояние ара хочет воевать с кем-то кроме тебя он предлагает тебе вдвоем объединиться и пойти видимо всех выносить ну так иди всех выносить у тебя там вон америкос в трех клетках по моему обусновался да там блин там пипец там одни холмы австрийц только сейчас вышел и он вышел в гражданскую службу окей ничего но уже кони блин мне надо вот эту местность контролировать а то сейчас кони прибегут вот отсюда я буду иметь очень бледный вид так я нашел 5 ггшек а их вообще всего 12 как-то их маловато рядом со мной так Все города рядом с горами Если мне, конечно, дадут развиться, я тут буду летать Так, пойду, может Ну вот, Рим уже первый, попробуйте Золотой век закончился Я же говорил, вы будете сейчас всю игру на друг друга пенять по очереди Ну, я так понимаю, Швед, ты-то не сильно отстаешь Потому что я третий, у меня 62, у него 68 А вдруг Швед не второй, прикинь, а предпоследний Лаки, скажи, что ты предпоследний Скажи, что у тебя 54 Я не предпоследний Не, вообще прикольно, что у нас между первым и последним На самом деле очень небольшая разница А вот и Швед первый по промке Боже, что происходит И, кстати, странно, что Австриец как бы на последнем Я у него вижу, ну, у него прилично холмов Хотя тут разница, боже, сколько, 15 15 молотков Это не разница Большая разница Так, вот В средневековье вошел и Хм Хуй мэр, просто шо ли все тихие открыл, типа Интересно Вот это поворот Ну что, нету тут еще? В лагере Так Что мы тут еще не обработали? Еда, еда Да, в общем-то все обработали Пойдем в столице пшеничку обработаем Так, бешеный конь задолбал бегать Тут на золото уже все построено Сад Не хочу пока Ну давайте Кстати, у меня еще и два города на довольно длинной реке Что тоже очень неплохо В принципе Так, тут никаких Варваров нету Тут тоже вроде То есть просто какой-то бегал Одинокий Ну если бы тут был такой варварский лагерь Уже бы, наверное, города-государства просили его зачистить О, Рик как раз Так, ребята Какие у нас чудеса? Значит, Килиманджару Синай Улуру Риф Риф, да Ну я не знаю Там вот у него холм Если ты с холма увидишь Прям Я так понимаю Вот акции В этом городе, да? Акции? Анции, наверное Ну, короче, куда-то сюда надо идти Так, что у меня Я предпоследний По населению Это не очень хорошо Ну, Эфиоп Понятно Отъедается на море Австриец Возможно Тоже Ну, что Я вот один город У него на море Вижу Не знаю Как там Вена Так, рабат сейчас вырастет Фес Так, фес уже опять начал фигню обрабатывать В принципе Я могу для него вот эти бананы купить Или лучше вот эти клетки Бананы-то и так Хотя бы тут может австрийцы их купить Бананы лучше для Касабланки Ну Так, офесу Так, маракеш Тоже уже фигню обрабатывает У меня медленно рабочие Все это обрабатывают Хотя у меня пять рабочих Да, был бы на море Взял бы Эксплорейшн Но Коммерция тоже неплохо Оракул Так Два хода До универов Что Очень Меня устраивает Так Тут Никаких Лагерей не появилось Ну вот Надо, наверное, вот тут стоять Если он тут появится Это еще не страшно Так Ладно Попью пока Очень мне хочется На австрийца напасть Честно вам скажу Боюсь Эфиоп Мне в спину ударит Сейчас золотой век Закончится Посмотрим Сколько у меня будет И денег И производства И всего остального Как бы мне к Америке подобраться Это кто говорит Это говорит Билл Устрец Ты еще Под Киевом, да? Я тоже Американца не нашел Но Киев видел? Ну дальше Да Ну вот дальше Правее Три клетки И границы его Эфиоп А ты там случайно Барабудур не хочешь? Да вот Я пока Не в нем Я по низу пошел Боюсь Тут Рим Крепает Да О, американец Первый по производству Ну у него там все В холмах Обще Ну это Золотая век Если что Американец Ну Как бы Лагерь Ты понимаешь Я хочу Габар Нет Замирали Безумно Мы там не ранены Барабудур Мараканец А А Ты же Умеешь Да Это Сам Открыта Граница Давай Махнемся Ты можешь Рыб Смотреть Ну что-то Мне не нравится Что ты Мою территорию Будешь смотреть Что Смотреть Я Налево Погони Я Подумаю Подумай Так Измутствуем Караваны Я просто думаю Что этим Лучше построить Наверное Надо расти Потому что У меня Как-то Совсем Грустно Я Пятый Ну Четвертый Эфиоп Так Ну Конечно У него Морские Караваны Но Откровенно Как бы Я тоже Не особо Расту Здесь Ладно Пойдем Смотреть Что там У Рима Это далеко О Блин Лагерь Так Универ Универ Ну вот Прыгни на холм Рядом Скилом Не увидишь Скилом Рим, а ты не против, что я тебе караванчик пущу? Это швед говорит, да пожалуйста Че бы я был против Все проще грабить будет потом, да? Не ходить по чужим территориям, прям на своей Удобно, че, да? Там такой караванчик, ну я же это к вам и так вез А ты ему, нет, мне 200, не, сколько там? На землю уже, наверное, пускает, да? 100 золотых мне важнее И ножичком ему по горлышку, чик Не бойся, парень, мы тебя аккуратно зарежем Чик, и все Вот таким голосом будешь говорить с ним? Это не очень устрашающий голос А чик и все, это знаешь, как бы Тут не надо сильно устрашать Ну тогда тебя подельники не очень будут Воспринимать Да пожалуйста, не надо воспринимать Не надо Интересно, этот лагерь никто не хочет, случайно? Нет Ну че там, заканчивайте ход По очереди все что-то делают Ммм, терракотовая армия Слушайте, этот лагерь даже никто и ничего не делал О, лаки, а ты ему караван пустил, да? Да Ну еще бы он же в гильзи шел Ну блин, если швед быстро сложится, то это конечно Будет Ну короче, история Сары повторяется А шо вы как-то не научены горьким опытом до сих пор, да? Да нет Мы играли пару дней назад В ППАшку тоже турнирную с Сарой Там был австрийец Вайпер И как бы он его вообще быстро взял Тоже на арбалетах И вот потом мы досидели И он всех ядерками закидал Прям всем устроил ядерную зиму И мы проиграли все Так а че вы сидите и ничего не делаете? Так ситуация была такая Мы там рядом с Египтом Слушай, австрийцы, я вижу, что у тебя есть Ну как минимум один город на море, да? Как там дальше? У Рима же и... Вот я вижу точно какой-то город на море есть Да, Амцы Ну можно же пойти что-нибудь посносить ему Например, как минимум Ой, да Как я тебе разграблю-то его барьерный риф? Не, так город захватить, почему барьерный риф разграбить? Странно Конечно никак не разграбишь, но город захватить У Рима все-таки недоброе Нельзя таким быть Да, а ты нежный и женственный Как тебе такое? Ответочка, а? Не, я нежный, да Ну не жар Вот сейчас Лаки почувствует мои ласки Так сказать Его булочка окажется в твоих ручках Фу, че за подрасти едешь? Ну, ты первый начал своим этим чик и все Я решил, что мы вот на этой волне сегодня Так, ладно Ход можно и закончить Лаки, ты там вообще не готов был или как? Не, я готов, но у него арбалеты Я к арбалетам не готов А к чему ты был готов? У меня как-то уже нормально Парфенон кто-то угнал Американец, а постреляй метки в лагерь Не хватило, ну ладно Ты где-то баллся встать, но здесь Где твоя колесница? Подожди, давай тогда я заберу лагерь Окей Следующим ходом ты обстреляй, а я заберу, ладно? Хорошо, хорошо Ну, если че, я тебе могу прям денежку отдать Мне просто бежка, красиво Давай Два хода, три хода Так Глади Как у меня тут караваны, если что Марракеш, Зальцбург А, блин, вообще надо с австрийцем обменяться посольствами Что-то я И сколько в Вену? Уже 11, например Ну, не так, чтобы у него тут много холмов Примерно такая же столица Слушай, австрийцы у нас по-хорошему Примерно одинаковые столицы, да? Просто кофе Только я от реки ушел А, ну да Интересное отличие Ну, у меня там нет ничего особо интересного Да я вот просто думаю, что может иметь смысл нам между собой дорогу провести Например, вот от Линца Вверх, на всякий случай Если Рим пойдет сниже Скорее всего и пойдет Ну, по-моему, он пойдет на Касабланку, если пойдет Ну, Касабланку мне не жалко, честно говоря Это мой последний город Дело в том, что через Линца проще как раз на столицу идти А Касабланка что? В Касабланке еще и Фиоп помочь может, кстати Да он, я понимаю Он пойдет либо на меня, либо пойдет на Америку Если он в Америку возникнет Выглядит так, что я ближе к нему, чем ты Да нет И он здесь, если шведа полностью будет брать То тут ему эти Так это, ребята, может все-таки начнем тогда тоже арбалеты строить И как-то напрягем Рима А то как-то сидеть, просто ждать, что он всех захватит Ну, давайте думать, чем вы Давайте потихоньку выходить Ну, что, потихоньку Я уже практически в арбалетах Ну, я тоже практически, да Пошел Зашел в другое место еще Ну, Тантиум, конечно, берется вообще без проблем Австрийцы Тут еще у него караваны бегают Ты бы тут смог денежек поднять Для этого ему надо идти тогда не в арбалеты А, ну, кстати, иди не в арбалеты тогда Смысл А я в арбалеты пойду Разделение такое труда сделаем Мне бы, конечно, хотелось взять австрийца, но Дело в том, что действительно Очень мощно выглядит Рим И так как Лаки говорит, что он там не готов был То Его могут быстро взять И тогда, как у Валевика У Рима будет очень Крутая территория, местность Если бы не воевал Рим То, может быть, я бы и попробовал Вену взять Ну, не Вену, точнее, Зальцбург Вену я вообще не представляю Вот как на данном этапе можно что-то делать В Зальцбург можно было через Калиманджаро, например То есть у юниты Калиманджаро водишь И вот тут вот нормально они бы атаковали тогда Сейчас не из Касабланки я могу в столицу отправлять? Караваны Фес Ну да, могу Так я, наверное, из Касабланки тоже Три каравана мне будет Так, на всякий случай Если ты пойдешь не в Арбалеты А твой сосед пойдет в Арбалеты Информация к размышлению Да, просто только ты нашу территорию не видишь И даже несмотря на то, что у вас три клетки между столицами Ну, снизу от Касабланки И нормальный там проход к этому самому, к его городу Там нет Касабланки про фокус Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры А на этом пока все Продолжение завтра или через день Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца То у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит А мне будет приятно И поможет распространиться моему видео Ну, и если вы хотите поделиться этим видео То я совершенно не против А только рад Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях Или просто сообщите вашим друзьям Спасибо, что доставили до конца Удачи и играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому